Четыре малоизвестных факта о Хануке. Маковеи и греки. Греки собрались против меня, поется в ханукальной песне, что напоминает нам о том, как недобрые греки попытались раздробить еврейский народ, предлагая сменить правила возлюби ближнего, как самого себя, на теплые места и привилегии, и использовать иное правило – разделяй и властвуй. А собрались против меня в единственном числе не только потому, что Маковеев было мало, а потому что держались они вместе, как один, четко соблюдая правила возлюби ближнего, как себя. Благодаря этому и раздолбали они греков. Евреи и греки сегодня. Еврейские праздники зачастую актуальны похлеще, чем СНН. И Ханука не исключение. Потому что ту же войнушку, как и тогда, с греками мы ведем и сегодня, в повседневной жизни, в правительстве, да и в нашей семье, когда нам приходится выбирать, наехать ли нам друг на друга, как хотели греки, или, наоборот, сблизиться, как маковины. Масло и фитиль. Ханукальный кувшин – штука нехитрая. Всего-то масло да фитиль, но смысла в нем по самое горлышко. Ведь масло – это то, что пропитывает нас с ног до головы. Наш эгоизм. И мы бы давно в этом масле погрязли да утонули. Но на счастье иногда получается вывести из масла тонкий фитилек. Желание сделать хорошее другому. И тут же фитиль загорается и освещает путь добром, как самому бедолаге-эгоисту, так и окружающим. Чудо. Кувшинчик масла, горевший вместо одного дня восемь, напоминает о вполне рациональном и одновременно чудном принципе. Когда сложнейшие задачи, которые не сумели решить тысячи специалистов, работавших в одиночку, удачно решает небольшая группа совсем разных людей, без особых талантов, но сплоченных воедино. Благодаря такому чуду и Маковеи победили греков. Также и сегодня мы сможем победить все наши проблемы, ведь сказано еще в Пятикнижии народ Израиля. Хоть и малочисленный вы, но объединившись воедино, станете светочем для всего мира. С праздником света! С праздником единства!